В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Нет прироста новых больных. За сутки в Сарове не выявили зараженных. Заслуженный ветеран Нижегородской области, участница Курской битвы Зинаида Игрунина удостоена почетного звания. 45 лет в спорте. Федерация бадминтона Сарова отмечает день рождения. Далее расскажем обо всем подробно. В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа. Теперь всем гражданам Российской Федерации, которые вернулись из-за границы, потребуется сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента прибытия в страну. Работодатели должны информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи анализа на COVID-19 после возвращения и проверять наличие справок. Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут предоставить на границе справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за три дня до прибытия. Если справки нет, тест необходимо сделать в течение трех дней в России. По состоянию на 14 июля в России зарегистрировано почти 740 тысяч случаев заражения. За последние сутки зафиксировано 6248 новых больных. Всего выздоровели более 512 тысяч человек. Скончались 11614. Еще 193 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 14 июля. В результате в регионе зафиксировано более 20 тысяч человек с диагнозом COVID-19. За сутки от COVID-19 умерло еще 6 нижегородцев. Число летальных случаев достигло 305. Более 70% жителей области уже вылечились. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,99. Когда он опустится до 0,8, область сможет перейти на второй этап снятия ограничений. Для этого также необходимо иметь достаточный свободный коечный фонд и не снижать объемы тестирования. За сутки в Сарове не выявили новых больных коронавирусной инфекцией. Напомним, накануне работала только одна лаборатория, где сделали 17 анализов. Выздоровели еще 25 человек. Общее количество саровчан, победивших болезнь, достигло 404. Один горожанин умер от ковидной пневмонии. Госпитализированы 53 человека. Из них 45 в клиническую больницу номер 50. 8 лечатся в Приволжском окруженном медицинском центре. 213 контактирующих с больными посажены на карантин. За сутки проведено 431 исследование. Во время пандемии в мире резко вырос спрос на велосипеды. В России также зафиксирован существенный рост продаж двухколесного транспорта. С начала мая велосипеды занимают второе место в топе поисковых запросов. Однако не везде развита соответствующая инфраструктура. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, что нужно для велосипедистов в нашем городе. Парковки УТЦ, поликлиник, образовательных учреждений нужны почти 5% опрошенных саровчан. Стольким же требуется велодорожки в парках. Велодорожек на тротуарах не хватает 31% респондентов. Вариант «Нужно все из вышеперечисленного» выбрали почти 50%. Ничего не нужно 10% участников опроса. 95-летняя жительница нашего города, участница Курской битвы Зинаида Игрунина, удостоена почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Награду ей вручил глава города Александр Тихонов. Памятные подарки также передали представители Управления соцзащиты, Совета ветеранов и воинской части 32-74, где Зинаида Ивановна прослужила много лет начальником аптеки и врачом-хирургом. Зинаида Ивановна Игрунина родилась в 1924 году в Саратовской области. После окончания фельдшерской акушерской школы в 1943-м ее призвали в Красную армию на должность фельдшера медицинской службы. Боевое крещение она приняла в сражениях на Курской дуге. За участие в Великой Отечественной войне Зинаида Ивановна награждена медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией и другими. В год 75-летия победы ей присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Она действительно достойна уважения, достойна примера. После войны в 1947 году прибыли в войсковую часть 32-74 и там продолжили службу. Вот в фельдшерской, по медицинской линии работали аккуратно, работали профессионально, с душой. Зинаида Ивановна прослужила 23 года в должности начальника аптеки, врача-хирурга воинской части 32-74. Ее ценили руководители, а больные относились с доверием и уважением. Вы одна из первых людей, которые стояли на истоках развития как ветеранского движения, как зарождения дивизии и медицинской службы. Очень приятно. Просто прекрасный человек. И можно сказать, что в год памяти и славы, в 75-летие со дня победы, награда, так сказать, со стороны администрации, губернатора, нашла в лице вас своего героя. Много труда и энергии Зинаида Ивановна вложила в свое дело. Но и на пенсии она не осталась в стороне. Активно участвовала в деятельности ветеранской организации. Занималась патриотическим воспитанием школьников. И сейчас она продолжает думать о своем родном городе и людях, которые в нем живут. Нас осталось мало. Нас пересчитать можно на пальчик почти. Зинаида Игрунина воспитала троих детей, восемь внуков. Помогает и словом, и делом своим девятерым правнукам, для которых остается примером для подражания. Выпускники сдали ЕГЭ по физике и истории. Экзамены в Сарайе прошли в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Общественные наблюдатели в пунктах проведения экзаменов нарушений не выявили. Результаты будут объявлены не позднее 27 июля. Следующие ЕГЭ по обществознанию и химии пройдут 16 июля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В ГИБДД напоминают, заменить водительское удостоверение, срок которого истек, можно до конца года. То есть до 31 декабря включительно. До этого дня документ считается действительным, без каких-либо ограничений. То же самое касается истекающих паспортов. Напомним, еще в апреле президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия некоторых документов, в том числе и водительских прав. С начала этого года энцефалитных клещей обнаружили уже в 10 районах Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Медики напоминают, что при посещении лесов необходимо соблюдать меры защиты, обязательно надевать главную бур и избегать участков с высокой травой. Особенно бдительными стоит быть владельцем домашних животных. Клещи могут быть переносчиками такого опасного заболевания, как пироплазмоз, которое при отсутствии лечения может привести к смерти питомца. Вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника одного из сотовых операторов, который был причастен к незаконной передаче личных данных абонентов. В январе этого года мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ. В отношении Саровчанина возбудили два уголовных дела. О неправомерном доступе к компьютерной информации и о нарушении тайной переписки с использованием служебного положения. С учетом признания вины суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Для каждой новоиспеченной мамы лето – это пора, когда можно чаще бывать с малышом на улице. Не торопливо гулять с коляской по паркам и набережным. Но когда наступает изнуряющая жара, состояние детей ухудшается. Младенцы становятся капризными, могут отказываться от еды, испытывать проблемы со сном. Как помочь малышу пережить этот сложный период? Защитить его от перегревания и теплового удара. Об этом наш следующий репортаж. С наступлением жарких дней родители малышей стали беспокоиться о том, как уберечь свое чадо от перегрева и теплового удара. Дети первого года жизни находятся в группе риска. Терморегуляция маленького организма еще только налаживает работу. Из-за нахождения на жаре или в духоте у ребенка сбивается режим сна. Появляется тревожность. Нарушается теплообмен. Погулять нужно будет максимум до 10 часов. И мы говорим не то, что там со старшими детьми с 12 не гулять, с маленькими уже с 10. Лучше на улицу не выходить. В комнате все-таки где-то прохладнее. То есть ребенок должен находиться и вести себя как обычный. То есть обычный режим дня. Ничего специального. Заставить ребенка спать в определенное время. То есть как бы, ну, не надо. То есть все подстраиваемся под режим каждого индивидуального ребенка. Для прогулки идеально утренние и вечерние часы. И когда солнечные лучи не такие агрессивные. Лучше одевать ребенка в светлую просторную одежду из натуральных тканей. Также стоит позаботиться о головном уборе. Не забывайте давать ребенку пить простую, чистую воду. Значит, малыми порциями, но чтобы бутылочка с водой, когда идут гулять, была всегда с собой. У любого возраста ребенка. Вот. И, значит, влажной салфеточкой промывать, как бы, это самые ручки, лицо у ребенка, чтобы он не перегревался. Если малыш все-таки перегрелся, стоит немедленно выполнить несколько простых действий. При тепловом ударе, значит, неважно, какой ребенок, какого возраста, мы говорим вообще про детей. Это занести, значит, в прохладное место, положить на горизонтальную поверхность, ноги положить на подушку или на валик, убрать лишние, ну, какие-то теплые части одежды, расстегнуть, значит, воротнички. И холодное полотенце на лоб. Если рвота, положить на бок. И давать воду маленькими, обычную простую воду, маленькими глоточками. Если есть возможность, отправляйтесь на природу, где вы сможете проводить время на свежем воздухе в тени деревьев. Купание в уличном бассейне разрешается также ранним утром или поздним вечером, около 20 минут. После следует насухо вытереть ребенка и перенести в прохладное место. Солнцезащитными кремами лучше не злоупотреблять, использовать только гипоаллергенные, предназначенные специально для детей. 10 победителей, 5 призеров, 17 финалистов. С таким результатом вернулись студенты САРФАТИ со Всероссийской Олимпиады «Я профессионал», одного из флавновских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Саровчане выступили в 13 направлениях по естественно-научным, техническим и гуманитарным специальностям. Два студента получили звание лучших выпускников НИЯУМИФИ. Один в номинации «Наука», другой в номинации «Образование». 675 тысяч студентов со всей страны приняли участие в отборочном этапе третьей Всероссийской Олимпиады студентов «Я профессионал». Лишь каждый 56-й прошел вочный этап. За победу в Олимпиаде боролся и студент САРФАТИ Никита Юхтанов. Он участвовал в испытаниях в трех направлениях и по итогам двух стал победителем. Все дипломанты и победители, призеры не помню точно, да или нет, они зачисляются в базу «Я профессионал», где уже компании ведут некий поиск на стажировки студентов. То есть Никиту могут пригласить на работу в крупнейшие компании страны. Еще одним бонусом стало внеконкурсное зачисление в магистратуру. Я сейчас защитил дипломы, у меня по сути целое лето, и кому-то еще готовиться к экзаменам и поступать, и еще не факт, что они поступят, а у меня по сути есть возможность просто, условно говоря, зайти на сайт ведущих вузов страны, выбрать направление, которое мне подходит по Олимпиадам, где я занял победителя, там от победителя и медалистов берут без экзаменов. И по сути щелчком мышки поступить. Когда все испытания позади, кажется, что все было просто. Но в очном этапе участвовали 12 тысяч студентов, и победа досталась нелегко. Студенты с РФТИ участвуют в Олимпиаде «Я профессионал» не первый год. В прошлом сезоне был даже обладатель бронзовой медали. В этом году свои силы решили попробовать 45 студентов. У нас вышло в отборочный этап 17 студентов. Мы участвовали в очень большом количестве различных направлений, начиная от практических технологий и заканчивая физикой. По словам Тимофея Соловьева, участие студентов в конкурсах – это всегда проверка их знаний. Олимпиада «Я профессионал» отличается от других тем, что будущих специалистов проверяют на умение применять знания на практике. Студенты выполняют практические задания, которые придумали профессионалы. Поэтому этап Олимпиады и называется «Я профессионал», поскольку проверяются именно знания, которые больше относятся к практике. По результатам Олимпиады Никиту Юхтанова и Дмитрия Исёгина назвали одними из лучших выпускников НИЯУ МИФИ 2020 года. Общий результат студентов с РФТИ – 10 победителей, 5 призеров, 17 финалистов. В награду дипломанты и финалисты получили поздравления от всего коллектива института, денежные призы и благодарственные письма руководителя Саровского физтеха. 45 лет назад в Сарове образовалась Федерация Бадминтона. С 1975 года ее возглавляли разные люди, которых объединяло одно – любовь к этому виду спорта. За 4,5 десятилетия в Федерации многое изменилось. В кризисные 90-е она выстояла благодаря спортсменам-энтузиастам. О том, как начинался бадминтон в Наукограде, его настоящем и планах на будущее, смотрите в нашем следующем репортаже. Когда точно образовалась Федерация Бадминтона в Сарове, уже никто, пожалуй, не вспомнит. В памяти остался только год – 1975-й. Объединил тогда всех любителей бадминтона Эдуард Александрович. Потом Федерацию возглавил его сын Рутений Александрович, который, по примеру отца, с детства любил играть в бадминтон. Я еще в школу не ходил, мы во дворе уже играли. То есть отец это дело прививал. Мама играла немножко так. Но отец играл и играл хорошо. Естественно, я тут в паре с ним играл. Ядерный центр всегда поддерживал в своих сотрудниках увлечений спортом. И численность спортсменов-любителей росла. Бадминтонисты стали выезжать на областные соревнования, повышать уровень игры. Тяжело пришлось в годы перестройки. Тренироваться было негде. Тогда в Федерации остались только преданные этому виду спорта люди. Все изменилось, когда в город приехал Вячеслав Никитин. Как вспоминает Ольга Ромашова, благодаря этому энергичному мужчине бадминтон в Сарове стал возрождаться. Мне просто есть с чем сравнить, что было и что есть. Это вот фактически с одного дня тренировочного до карантина. Фактически у них были тренировки, а это происходило практически каждый день. Первый городской турнир по бадминтону провели в 2007 году. Уже в 2008 соревнования сделали открытыми. То есть за победу боролись спортсмены из разных городов России. Если у нас на первое соревнование приехало три человека, открытые именно, то сейчас у нас там в среднем около ста человек участников. В этом году пандемия внесла свои коррективы в график тренировок и соревнований. И традиционный турнир по бадминтону, который должен был состояться в мае, перенесли на неопределенный срок. Расширенную версию репортажа о становлении и развитии Федерации бадминтона в Сарове, а также о том, кто воспитывает подрастающее поколение юных чемпионов в этом виде спорта, смотрите в программе «Дополнительное время» в пятницу, сразу после выпуска новостей в 19.45. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова